Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня», в студии ее ведущий Александр Гурарье. Итак, начинается новая неделя в Израиле. Начинается она с определенных перестановок и перетасовок на нашей политической кухне. Наши партии дробятся, наши партии вступают в определенные альянсы, окончательная подача списков произойдет буквально через пару дней, и пока происходит такое броуновское движение, разобраться в котором нам поможет политтехнолог Давид Эйдельман. Давид, добрый вечер! Добрый вечер! Так, кто сейчас с кем против кого дружит? Это очень трудно. Первое, есть несколько точных тенденций, я их обозначу. Вы задайте вопрос, на который я буду отвечать. Более, ну, более конкретный. Первое, мы можем понять, что партия Ликут Менемин Анатаниягу находится сейчас в падении. Не о катастрофическом, но падении. Это первая вещь. Вторая вещь, мы можем понять, что Рон Кульдаи, скорее всего, зря пошел в политику, потому что сегодня его... И зря потратил деньги. Да, потому что его рекламная кампания уже стоила 4 миллиона шекелей, а он, начав с 8-9 мандатов по опросам, сегодня не проходит электоральный барьер, и его сегодня покинул, сегодня в день записи передачи, его покинул его главный политический актив Нисен Корон, бывший министр юстиции. Но он вообще вроде как объявил об уходе из политики. Ну, правильно, что ему остается. Он только что перебежал из партии в партии, и когда перебежал... И ошибся дверью, да? Да, и партия начала тонуть. Дальше мы можем сказать, что точно находится на подъеме эта партия ВОДА, которая после многих-многих месяцев с Амиром Перпредсом наконец приобрела нового лидера, вот, Мираф Михаэля. И мы можем сказать, что сегодня вроде бы меняется тема выборов, ну, она может еще поменяться несколько раз, но вначале это была тема вакцинации, и это была тема очень выгодная Лебенемина Таньягу, а сегодня она поменялась на религиозный светский. И эта тема, соответственно, выгодна совсем другим политическим силам. Она выгодна с одной стороны Реберману, она выгодна Лапиду, который очень сильно наживается на ней, потому что у него фамилия такая. Не потому что он что-то говорит или делает, а потому что фамилия Лапид работает в этом отношении на него. Лапид – это факел, надо пояснить нашим зрителям. Нет, ну, это не только факел, это имя, которое было, и фамилия его отца Томи Лапида, руководителя антиклирикальной партии Шинуй, которая в свое время была большой надеждой людей, которые хотели бы изменить статус. Давид, ну, надо еще для, так сказать, справедливости добавить туда Маше Буги Айлона с его партии, которые вдруг ни с того ни с сего вышли с лозунгом отделить религию от государства. По-моему, они сами испугались от того, что они сказали. Но это неинтересно. Более того, я вот делал зум на прошлой неделе с Андреем Кожиным, и он там сказал, ну, мы ответственные люди, если мы не будем проходить, то мы сойдем с дистанции. Но пока что они тратят достаточно большие деньги на рекламу, и когда Буги Айлум выпускает этот постер, где он с первых десять номеров его списка, первые десять номеров, у него сегодня не только ни один не проходит, одна десятая не проходит, первые десять номеров его списка, то как ЧГАО хорошо стали в программе встречи с прессой на втором, на двенадцатом канале израильского телевидения, он напоминает воздушный шарик без веревочки, то есть никакой связи с реальностью, с землей. В этом отношении, ну, то есть, но Лапид, Либерман, Зелиха, который очень сильно сейчас оседлал религиозную тему, и вдруг по некоторым опросам даже стал проходить электоральный барьер, а с другой стороны, в религиозном лагере от этого начинает выигрывать Аггетбери, который начинает частично расти за счет Ликуда. Вот это тенденция, которая есть на сегодняшний день. То есть любое обострение, любое обострение, так сказать, в борьбе между светскими и религиозными, она невольно выгодна и тем, и другим. Поэтому у нас неоднократно мы говорили в этой студии о том, что зачастую это обострение просто провоцируется. То есть тот же Либерман нападает на Дерри, Дерри нападает на Либермана, они громко кричат на всех углах, вот вы расисты и вы расисты, вы русских не любите, а вы не любите религиозных, и вы антисемиты, и в результате растут оба к всеобщей радости. А потом тихонечко там спокойненько ужинают где-нибудь и говорят, ну как здорово, мы вообще всех развели. Вот, то же самое происходит и сейчас. Да, но это можно, вот это говорили, допустим, про Лапида, в свое время наступления Лапиды в 99-м году вместе с лозунгом этот Бараков и так далее, оно дало самому Лапиду 6 мандатов, а ШАСу дало 17, да, то есть тут бывали такие случаи. То есть не всегда как в физике действие равно противодействию. Да, конкретно во взаимоотношениях Либермана и Дерри, там пробежала такая черная кошка, что они не разговаривают друг с другом, хотя действительно бывшие друзья, но то, что Либерман говорит достаточно, ну то есть он не может все рассказать, то, что он говорит в прессе, он говорит следующее, что мы несколько раз договаривались и они меня очень сильно кидали. Ну, можно предположить, что договоренности как раз, то есть если договаривается кошка, если дружит кошка с собакой, то они обычно дружат против повара. Ну, а в данном случае Дерри именно повару и донес. Ну, повар, понятно, беденок. Рост, Давид, рост партии Авуда, рост, так сказать, левого лагеря, в принципе, тоже объясним, потому что новые, то есть только что прошли праймерис, прошли перевыборы, новые представители партии, то есть, естественно, как учат, так сказать, во всех учебниках политологии, первая, так сказать, реакция общества, то есть какая-то положительная, потом начинают люди присматриваться, есть шанс, что потом начнется, конечно, отток. Так происходило с партией мэра Тель-Авива Рона Хульдаи. На первых парах она выстрелила так, что все начали, значит, аплодировать и пытаться туда, в эту партию, перебежать, а сейчас потихонечку это сдувается. Это, в общем-то, классический пример. Кто, вот на твой взгляд, почему все-таки партия, вот, например, экономическая партия Зелихи начала подниматься, что, вот, мне, например, не совсем понятно, вот, и что ждать в ближайшее время, то есть вот эта вот координация, что произойдет с партией Бенни Ганса, которая практически уже на грани электорального барьера, которая, как, так сказать, мягко говоря, женщина с пониженной социальной ответственностью предлагает себя всем и вся, но почему-то никто ее не берет. Не, ну, тут сравнение женщины с низкой социальной ответственностью неправильно, потому что женщина с низкой социальной ответственностью требует деньги, а Ганса... Он раздает, он предлагает, да? Да, он готов дать деньги тому, кто с ним объединится, то и, но... Это такое интересное, интересная форма извращения такая. Да, но и за деньги, потому что денег у него таки много, потому что была очень большая партия. Но, посмотрите, по поводу Кульдаи, все понятно. Кульдаи вошел в нишу, в которой когда-то занимала партия АВАДА, вошел в тот момент, когда партия АВАДА была не просто безголовой, но она возглавлялась Амиром Перецом, который вызывал у старых АВАДИСТов просто, ну, настоящее омерзение, да? Вот с этими сбритыми усами, со всеми его трюками «не войду, войду» и так далее, с его объединения с другой политической социальной, низкой социальной ответственностью Орли Леви. Все это вызывало дикое отвращение. И понятно, Кульдаи, по идее, мог бы пойти на праймер из партии АВАДА и возглавить ее. Но он побрезговал, ну, партия АВАДА лежит в руинах. Он видел, что он на вопросах выставляется и имеет больше, чем партия АВАДА. И действительно, если бы он занял эту нишу, то партия АВАДА, может быть, некуда было бы возвращаться. Но, с одной стороны, он эту нишу не смог плотно занять. А потом вдруг партия АВАДА обвела голову. И такая достаточно симпатичная голова Мега Макихаэля. Ее, кстати, вся пресс почему-то называют «молодая девушка» возглавила партия, она не совсем, ну, не совсем молодая. – Молодая была уж немолода. – Она 66-го года рождения. То есть, считать ее слишком молодой я бы не стал. Но он действительно выглядит достаточно молодой. И сейчас именно Микаэля, она очень правильно провела позиционирование до выборов. Она не вошла в правительство Натаньяго. В отличие от ее коллег Пепереца и Шмуля, ей предлагали самые разные министерские посты. Она дождалась, она получила партию. Более того, ей сразу начали говорить, объединяйся с тем. Она сказала, мы не будем ни с кем объединяться, пока мы не проходим электоральный барьер. И если бы она сразу объединялась, то она должна была бы идти вторым номером к, я не знаю, к Хульдаи или вторым номером к, я не знаю, Гансу. А на сегодняшний день она стоит не только лучше, чем Хульдаи, который перестал проходить электоральный барьер и вообще слился. Она стоит лучше, чем все в левом лагере. Но самая интересная вещь, если смотреть, так сказать, на издание противоположное левому лагерю, это «Исраиляем», газета, которая называется «Бибитоном», долго называлась, оно дает очень интересный расклад. Оно дает в общем, так называемым, левым силам более 20 мандатов. А еще месяц назад был вопрос, будет ли пять. То есть это Авада, это Мерец, который точно сам проходит, это Ганс, это Зелиха, который поднимается, и это Хульдаи или что-то еще. По большому счету, если произойдет объединение Авада, Хульдаи, может быть, Буги, может быть, еще кто-то, большой блок, вот несколько партий даже... Так, а Лапид с ними или нет? Нет, против Лапида. То есть объединение всех между Мерецом и Лапидом. То, что между Мерецом и Лапидом объединяется в один блок, то, согласно тому же Исраильям, они берут 13 мандатов и, соответственно, пускают Лапида до 14, а может быть, для начала, а потом могут взять даже больше, чем Лапид. То есть они могут обогнать Лапиду. Хорошо, в результате получится, что у нас все равно... Но на это объединение, в результате, осталось всего четыре дня. Четыре дня до подачи списков. Нет, но списки могут быть поданы, а потом может быть объявлено о блоках, поэтому, как бы, что мы идем в союзе, в связке и так далее. Да, нет, а уже не может быть. То есть если две партии объединяются в блоке, блок, они подают единый список. Иначе они идут как две разные партии, и одна из них может не пройти. Объединение должно произойти в ближайшие четыре дня, которые будут, может быть, самыми интересными за всю предвыборную кампанию. Потому что будут происходить... Вот сейчас срочно ведутся переговоры. Опять-таки, многие стороны просто ждут, чтобы у кого не выдержат нервы. Там Смотович с Бингвиром, два очень интересных товарища, которые друг друга просто берут, ну, разыгрывают. И вот сегодня они вроде бы пошли на заключение блока, или то, что происходит в левом лагере. Но это будет во многом зависеть от того, у кого в самый последний момент будет лучшая ситуация по опросам, и понятное дело, что вот если этот левый блок объединяется, то он объединяется не под Кульдаи, который призывал всех уменьшить свое эго и объединиться под ним. Сегодня, если кому-то надо уменьшать свое эго, то это Кульдаи, ему надо либо уменьшить эго, либо возвращаться в мэрию Тель-Авива и дорабатывать там до пенсии, которую он уже давным-давно заработал. Ну, скорее всего, для него это самый, в общем-то, беспроигрышный вариант, тем более, что надо напомнить нашим уважаемым зрителям, что должность мэра Тель-Авива, ну, по крайней мере, по престижу и по тем ресурсам, которыми, так сказать, руководит этот человек, она зачастую превышает такое министерство среднего пошиба, типа вот как было у нас там министерство воды и так далее. Давид, спасибо большое. Я думаю, что в ближайшее время, когда все-таки будут поданы списки, начнется самое интересное во всей этой предвыборной гонке. А пока нам остается только наблюдать. Спасибо. Я напоминаю, что вы беседовали с политтехнологом Давидом Эдельманом. Всего доброго, до свидания.